Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Эхо Москвы в Пскове. 102,6 FM. Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио Эхо Москвы в Пскове. Для лиц старше 12 лет. Особое мнение. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио Эхо Москвы в Пскове программа Особое мнение. У микрофона ведущая эфира, главный редактор интернет-портала «Псковская лента новостей» Александр Савенко. И вместе со мной сегодня в этой студии, со своим особым мнением, Лев Шлозберг, депутат Псковского областного собрания и руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Маркович. Здравствуйте, рад приветствовать вас в нашей студии. Саша, добрый день. Добрый день, радиослушатели. Обсуждать мы сегодня со Львом Шлозбергом будем темы актуальной общественно-политической повестки. Ждем вопросов от наших радиослушателей. Телефон студии 5673-72. Я еще раз повторю, 5673-72. Ну и также вы вопросы можете задавать на сайте «Псковская лента новостей» в разделе «Эхо Москвы-Пскове». Там есть анонс сегодняшнего эфира, форум под ним. Можете задавать вопросы и оставлять комментарии там. Лев Маркович, предлагаю начать вот с какой темы. 9 сентября, ровно месяц назад, завершилась избирательная кампания Псковской области. Прошли выборы губернаторские, главрайонов. Партия «Яблоко» впервые за все последние годы, ну, практически была выбита из числа участников этого избирательного марафона. Я напомню, что задолго до финиша сошел с дистанции ваш кандидат к губернатору Виталий Аршинов. Оказалась партия без своих кандидатов на выборах в районах. Те два главы муниципальных образований, Гдовский глава и Плюсский, в этот период фактически ушли от «Яблока» в сторону партии власти. Ну и, наверное, такой завершающий, что ли, штрих к участию «Яблока» в этой кампании. Это ваша позиция по поведению сторонников 9 сентября. Напомню, вы призвали к тому, что идти на участки, но голосовать против всех пяти кандидатов в губернатор и ставить пять крестов, ну и тем самым делать избирательный бюллетен недействительным. В целом, оценивая участие «Яблока» в этой избирательной кампании, можно сказать о том, что, мягко говоря, не самая успешная для вас кампания, не самые успешные выборы. Можно говорить о том, что неудачей совершилось. Вот это попытка принять участие в выборах 9 сентября. Сейчас, когда уже страсти улеглись, когда нет необходимости делать какие-то поспешные заявления, наверное, имеет смысл вернуться к этой истории, истории участия «Яблока» в выборах и попытаться разобраться в том, что произошло, в чем причина этой неудачи. Хотелось бы услышать ваш спокойный комментарий вот по этой теме. В чем причина неудачи, что произошло? Давайте обо всем по порядку. Первое. Партия «Яблока» выдвинула на выборы губернатора Псковской области единственного кандидата, который мог стать губернатором Псковской области, кроме кандидата от «Единой России», кроме Ведерникова. Это был Рашинов и только Рашинов. Это был сценарий второго тура, и мы к нему готовились совершенно сознательно. Подбудьте я вас перебью, сразу задам вопрос. А вот вы, когда делаете такое заявление, вы на чем основываетесь? Я основываюсь на результатах политических и социологических исследований, которые проводила «Яблоко» в течение полугода до выборов. Подготовку к выборам губернатора мы начали в октябре 2017 года, сразу после отставки Турчака. С этого же момента обсуждалось участие Виталия Рашинова как кандидата к выбору губернатора. То есть это было не спонтанное решение, это не была никакая импровизация. Мы готовились именно к таким выборам. У нас стояла задача добиться второго тура через получение твердого второго места в первом туре, свыше 20% голосов, при условии, что другие кандидаты тоже что-то получают, и у Ведерникова около 45%, то есть менее 50%. Мы уже тогда понимали, хотя это было еще до объявления властей о повышении пенсионного возраста, что после президентских выборов пойдет жесточайший откат в сторону критики властей. Это происходит всегда. Начиная с 1996 года можно посмотреть политические результаты выборов губернаторов после президентских выборов. Люди, не имеющие возможности изменить ситуацию, сменить власть на выборах общероссийских, пытаются это сделать на выборах нежестоящего уровня. Поэтому мы понимали, что шансы на второй тур есть, для этого был нужен кандидат, который мог объединить избирателей совершенно разных групп. Не только традиционных избирателей «Яблоко», но и широкие круги избирателей левых, левоцентрических взглядов, которых в Псковской области традиционно очень много. Мы знали о том, что готовится договорной матч, мы знали о том, что кандидаты от КПРФ, ЛДПР не будут принимать серьезного участия в выборах, фактически будут исполнять те роли, которые им отведены политическими соглашениями. Этих кандидатов с командой временно исполняющей обязанности у губернатора мы также понимали, что у «Справедливой России» скорее всего не будет своего кандидата, а избиратель «Справедливой России» в Псковской области присутствует. Вот по нашему политическому, социологическому и математическому анализу получалось, что такой кандидат, как Рашинов, имеет возможность выйти во второй тур и выиграть выборы, стать губернатором. А вас не смущало, что он малоизвестен в масштабах области, я думаю, если так посмотреть его известность в рамках погрешности? Вопрос известности кандидата – это вопрос избирательной кампании. Господин Ведерников не был известен в Псковской области до 12 октября 2017 года. Вообще. Ни элите, ни прессе, ни рядовым избирателям, никому. Абсолютно. Тем не менее, принимается политическое решение, он становится временно исполняющим обязанности, и машина государства, включая машину СМИ, не только государственных, начинает работать на Ведерниково. Соответственно, вот искусство избирательной кампании, к которому мы готовились, мы готовились к этой избирательной кампании, зависело то, каким образом общество восприняло бы Виталия Рашинова. Мы учитывали, что у Рашинова есть очень широкие связи в политической элите, и эти связи добрые, хорошие. У этого человека не было антирейтинга. Вообще никакого. И у него была очень серьезная перспектива для роста. Соответственно, чрезвычайно жесткая реакция властей на выдвижение Виталия Рашинова показала, что его участие в выборах не вписывалось ни в какие планы власти. Конкурировать с ним Ведерников категорически не было готов. К этой конкуренции не была также готова администрация президента, во всяком случае ее северо-западное представительство, и по политической договоренности была произведена операция сначала по бетонированию муниципального фильтра, когда достаточное количество подписей собрать было невозможно уже через 72 часа после начала сбора подписей в поддержку кандидата в губернатора. Ну и после этого состоялась специфическая операция снятия Виталия Рашинова с выборов, детали которых, как я уже говорил неоднократно, я это подтверждаю, являются глубоко криминальными. Наше заявление председателю Следственного комитета России Бастрыкину было направлено сразу после выборов, когда завершился этот процесс, и мы ждем расследования по всем обстоятельствам губернаторских выборов. Ну вообще по этой новости какие-то темы есть, что касается криминального давления? Сейчас вы что-то новое можете добавить к тому, что говорили прежде? Я не комментирую действия следствия, заявление мотивировано в большом объеме, там большой объем информации изложен в этом заявлении, мы ждем действия Следственного комитета по данному заявлению. В том случае, если никаких, так сказать, не последует новостей в широком смысле, вы готовы? Их не может не последовать, потому что Следственный комитет получил документ, на который он должен дать мотивированный ответ. Соответственно, отсутствие реакции государственного следственного органа на это заявление невозможно. Это заявление намного более широкое по содержанию, чем можно предположить со стороны. Оно касается не только Виталия Оршинова. Ну вы готовы будете в том случае, если не удовлетворит вас? Я буду готов только комментировать действия Следственного комитета, когда они будут завершены. До их завершения никаких комментариев с нашей стороны не будет. Скажите, пожалуйста, вы считаете в настоящее время ошибкой решение не идти на губернаторские выборы самому, а послать туда Виталия Оршинова? Решение о выдвижении Виталия Оршинова – это коллегиальное решение Псковского «Яблока». Оно готовилось и принималось полгода. Это решение нашей команды. Это решение было абсолютно правильным. Единственная угроза власти на этих выборах исходила от кандидата от партии «Яблока» Виталия Оршинова. Никакие другие кандидаты угрозы власти не представляли. Соответственно, для того, чтобы ликвидировать эту угрозу, власти пришлось совершить действия, нарушающие законодательство. — Ранее вы говорили о том, что Виталий Оршинова остается членом вашей команды за последние месяцы или недели. Что-то в этом смысле изменилось? Вы можете сказать, что Оршинов… Все избранные лица от партии «Яблока», все 39 человек являются членами команды партии «Яблока». Если кого-либо из этих людей что-либо не устроило бы в выборах от партии «Яблока», они сдали бы свои мандаты. Депутатов, главы районов – все удовлетворены, все продолжают работу. Мы работаем с избирателями, в том числе Плюсково-Ягдовского районов. Никакого разрушения команды «Псковского яблока» на этих выборах не произошло. А тот факт, что и Виталий Оршинов, и, по-моему, Павлов приезжали на форумы «Единая Россия», ну и не является секретом, в общем-то, их изменение позиции во взаимодействии с органами власти… Какого изменения позиции Оршинова и Павлова не произошло. Оршинов и Павлов оба являются избранными главами муниципальных районов от партии «Яблока». Это единственные, почти единственные главы муниципальных районов, которые не возглавляли штаба Ведерникова у себя в районах. Оршинов не возглавлял штаб Ведерникова в Плюсковом районе, и Павлов не возглавлял штаб Ведерникова в Гдовском районе. Только еще в двух случаях. Это в Пыталовском районе, где безвременно скончалась Лариса Седорова, и там его главы района возглавлял штаб Ведерникова, и в Себежском районе, где госпожа Дарья Козьякова, скажем так, пришла дорогу главы района Леонида Грусенкова и возглавила штаб временно исполняющего обязанности губернатора. Во всех остальных муниципальных образованиях, включая Псков и Великие Луки, штабы Ведерникова возглавляли главы муниципальных образований. Это является грубейшим нарушением законодательства, но примечательность этой ситуации заключается в том, что ни Павлов, ни Аршинов эти штабы в районах не возглавили. Прервемся. У нас есть звонок радиослушателя 567372. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос или мнение. Мы вас слушаем. Здравствуйте, господа. Иван Беспокоев. Здравствуйте, Иван Маркович. Первое. Большое вам спасибо за вашу позицию относительно пенсионного возраста. Второе. О выборах. Путемь сложения вычитания, я понял, что 30 лишних процентов избирателей проголосовали по-вашему, то есть сразу за всех. Так ли это? И история с Рашиным, по-моему, выглядит как... Так. В наш калашный ряд. И дали по тексту. Спасибо. Все у меня. Да, спасибо огромное. Иван, большое спасибо за звонок. Хочу отметить в первую очередь, что голосование за всех кандидатов является законной формой воли изъявления избирателей. На каждых выборах общероссийских сотни тысяч избирателей пользуются этим правом. В Псковской области на выборах губернатора этим правом воспользовалось, если мне не изменяет память, 6710 граждан. Это 3,44% избирателей области. Это абсолютно законное голосование. Оно установлено как 67-м федеральным законом, так и избирательным кодексом Псковской области. Это законная форма воли изъявления, которая считается всеми избирательными комиссиями. Я не могу сказать, что все эти люди голосовали в соответствии с призывом Псковского яблока прийти на выборы и проголосовать за всех кандидатов, таким образом сделать бюллетень недействительным и выразить свой протест против списка кандидатов. Возможно, кто-то из этих людей по иным мотивам голосовал таким образом. Есть люди, которые голосуют так, чтобы их голос не украли, и он не достался другим кандидатам через недобросовестные действия избирательных комиссий. Но, тем не менее, да, мы получили результат 3,44. Он далеко не самый высокий по России. Самый высокий 9 сентября на выборах губернаторов был во Владимирской области, где свыше 8% избирателей. Это колоссальный процент. Такого не было никогда на выборах губернаторов. Проголосовали таким же образом. Идет речь о десятках тысяч людей, там большее число избирателей, чем в Псковской области. И там был протест как против действующего губернатора, так и против других кандидатов, которые участвовали в выборах. Кстати говоря, в итоге там губернатор сменился у Владимирской области. На выборах мэра Москвы десятки тысяч людей проголосовали точно так же. Можно сказать, услышали призыв Сергея Семеновича Собянина, с которым он выступил также в начале сентября, притом лично, в виде обращения к избирателям. Если никто из кандидатов не является достойным, приди на выборы, вычеркни всех, это будет достойный поступок, сказал Сергей Семенович Собянин. Мы пока ничего не слышали о том, чтобы кто-то осудил призыв Сергея Семеновича Собянина. Поэтому я могу сказать, возвращаясь к вашему уже, Александр, вопросу, это было единственное возможное законное и политически мотивированное обоснованное позиция для Псковского яблока. А вот скажите, пожалуйста, а как так получилось, что вы, если мне память не изменяет, в 2013-2014 годах говорили о том, что голосование против всех, возвращение этой графы в избирательные бюллетени по инициативе единороссов, это подлая обманка власти, это там помойка для голосов, ну там... Саша, вы путаете два разных голосования. Голосование против всех, это когда в избирательном бюллетене появляется строка против всех кандидатов. Сейчас по российскому законодательству она может появиться только в том случае, если в бюллетене остается один кандидат. Учитывая, что одного кандидата по законодательному бюллетеню быть не может, тогда по закону должны ввести голосование строку против всех. Сейчас мы говорим совершенно о другой форме голосования. Это не голосование против всех. Это голосование протеста против того состава кандидатов и того способа проведения выборов, который сегодня проводится в России. Это голосование с другой мотивацией, это голосование иным способом. Голосование против всех кандидатов, когда законодательство предоставляет вам, гражданину, возможность проголосовать против всех кандидатов или партий, находящихся в избирательном бюллетене. Когда законодательство этой возможности не предоставляет, а оно не предоставляет сейчас, у вас есть две возможности, если никто из кандидатов вас не удовлетворяет как ваш представитель. Первое – отказаться от участия в выборах, то есть не реализовать ваше избирательное право. И второе – реализовать ваше избирательное право через голосование вот этим способом, делая бюллетень недействительным. Это реализация избирательного права гражданина. То есть фактически наше обращение было обращение в защиту избирательных прав граждан с призывом, чтобы граждане им воспользовались и воспользовались именно таким способом, каким предоставляет законодательство. Это не голосование против всех, это другая политическая конструкция. Соответственно, противоречия между позицией Льва Шлотберга четыре года и следующий нет. Во-первых, не позиция Льва Шлотберга, а позиция Псковского Яблока. У нас не единоличное руководство, у нас коллегиальное руководство, и мы этого строго придерживаемся, поэтому никаких противоречий нет. В ситуации того законодательства, которое действует сейчас, протест против выборов, таких, как и сейчас проходит в России, в том числе выборов губернатора Псковской области, был возможен только таким путем и никаким другим. Соответственно, мы об этом сообщили нашим избирателям. За нас проголосовало в сентябре 2016 года почти 14 тысяч избирателей в Псковской области. Наш долг вообще по закону о политических партиях, которые сейчас мало комментируют и мало читают, больше спорят об избирательном законодательстве, но есть еще 95-й федеральный закон о политических партиях. И там сказано, что политическая партия обязана информировать широкую общественность. Вот удивительный, конечно, термин для действующего федерального закона, он такой почти не юридический, но так написано в федеральном законе о партиях. Обязана информировать широкую общественность о своей политической позиции. Не имеет права, а обязана. Поэтому, исполняя данную обязанность, региональный совет Псковского Яблока обратился к избирателям с таким упрощением. — Оказывается, читать федеральные законы не только важно, но еще и интересно, да? — Да, там очень интересные формулировки можно найти. — Что касается вопроса Ивана, правильно понимаю, полностью ответили? — Я ответил по голосованию против всех, и вторая часть вопроса была, он сказал про калашный ряд. Иван, тут речь шла не просто о калашном ряде, тут такой калашный ряд, что калашами не отделаешься. — Это более широкий ряд, но, безусловно, кандидаты, не согласованные властями выборов губернатора, сегодня в России, к сожалению, участия не принимают. Ни одного такого эпизода до сих пор не было ни в одном российском регионе. Кстати говоря, именно поэтому избирательная кампания 2018 года вновь поставила в повестку дня вопрос о муниципальном фильтре как прямом административном и политическом, и юридическом барьере по свободному доступу кандидатов на выборы. У нас не было свободных выборов губернатора, их не было ни в одном российском регионе. — Ваш прогноз относительно муниципального фильтра, после того, как уже было известно заявление председателя Центральной избирательной комиссии госпожи Панфиловой, другие заявления на этот счет, вроде как появилась надежда, что если уж не отменят в ближайшее время, то, по крайней мере, как-то вот эту планочку сильно понизят, и появится возможность просочиться на выборы у несистемных позиций. — Не просочиться, а выйти. Просачиваются, Саш, такие частицы, которые вроде как не должны быть допущены куда-то. А гражданин имеет право участия в выборах, имеет право. Партия имеет право выдвигать кандидата. Поэтому нам нужно не просачиваться на выборы, а выходить на выборы, как свободные граждане в свободной стране. — Да назовите, как хотите, и говорим-то, по сути дела, об одном же, когда правила игры, по вашему мнению, все-таки изменятся. — Смотрите, спасибо за вопрос. У меня есть ответ госпожи Майи Гришиной, секретаря Центральной избирательной комиссии, поскольку анализ избирательной кампании Псковской области мы направили в ЦИК и в администрацию президента до завершения выборов. И буквально девятым числом, я был крайне впечатлен, днем выборов Майя Гришина, секретарь ЦИК, подписала мне ответ. — Нет. И в этом ответе в том числе сказано, что после каждой избирательной кампании ЦИК анализирует результаты, в том числе вопрос о муниципальном фильтре, как норме российского законодательства. Заявлено, что такое совещание пройдет после данных выборов также. И в последнем абзаце указано, что Конституция Российской Федерации, дай бог ей, долгих лет жизни, предоставляет право законодательным собраниям регионов выступать с федеральной законодательной инициативой. Чем я немедленно воспользовался и уже 14 сентября подал в областное собрание депутатов еще раз проект федерального закона об изменении системы муниципального фильтра. Тот же самый, который я уже подавал в областное собрание. Такой же законопроект фракции «Яблоко» подавали в Петербургском законодательном собрании и в законодательном собрании Республики Карелия. Суть этого законопроекта заключается в том, что политические партии, представленные не только в Государственной Думе, но и в законодательных собраниях Российской Федерации, регионов Российской Федерации полностью освобождаются от прохождения муниципального фильтра. То есть это фактически аналогия доступа на выборы через подписи избирателей. Партии, представленные в Государственной Думе и в региональных собраниях, не собирают подписи граждан при выходе на соответствующие выборы. Мы такой же принцип предлагаем распространить на выборы губернаторов. Это не полная отмена муниципального фильтра. Полностью отменить муниципальный фильтр мешает сейчас постановлению Конституционного суда Российской Федерации, который в 2012 году в очень многословном постановлении признал разумные ограничительные условия. Там такая формулировка, что без буквального прочтения ее невозможно воспроизвести. Он счел это возможным, разумным и допустимым. Соответственно, эта позиция Конституционного суда, известного своей, скажу так, велеречивостью в очень жестких документах, которые на самом деле должны быть однозначно понимаемыми, вот эта неоднозначная позиция Конституционного суда сейчас является обоснованием для того, чтобы муниципальный фильтр не отменять полностью. Хотя политическая воля законодателя может быть очень простой. Отмените все, это будет точно так же законно. Мое мнение в принципе заключается в том, что муниципальный фильтр необходимо отменять полностью. Но имея сейчас то действующее законодательство, выбранное, которое есть в нашей стране... Которое не позволит, да? Да, я считаю, что самый оптимальный вариант это произвести по аналогии право снятие этого барьера для парламентских партий на уровне России, на уровне регионов. Это в любом случае сделает выборы конкурентными или, скажем так, более конкурентными, поскольку у целого ряда политических организаций, это ведь не только четыре партии, представленные в Госдуму, у нас в законодательных собраниях представлены, если мне не изменяет память, еще пять или шесть политических организаций в разных регионах. Они получат право выдвижения кандидатов без сбора подписей. Вопрос остального пакета подписей будет открытым, поскольку во всех регионах, кроме двух, Москвы и Кировской области, самовыдвиженцы невозможны. Невозможно. Поэтому это вопрос для иных политических партий, будут ли они готовы выдвигать кандидатов и искать возможности выхода на выборы. Но по сравнению с той мясорубкой, которая существует сейчас в законодательстве, это было бы шагом вперед. Я пока не знаю, будет ли этот законопроект вынесен на сессию Псковского областного собрания депутатов в октябре. По сроку он вполне должен быть включен в повестку дня. Мы это узнаем буквально через неделю на совете собрания. Но во всяком случае я готов отстаивать это предложение перед законодателями и предлагать Псковскому областному собранию депутатов зафиксировать эту позицию, как во всяком случае одно из возможных решений по изменению системы муниципального фильтра. Я считаю, что в этом заинтересовано огромное количество людей. Вот в обращениях и в Центральную избирательную комиссию на имя Памфилова, и в администрацию президента на имя господина Кириенко я написал одну и ту же мысль. Муниципальный фильтр в его нынешнем виде привел к масштабной криминализации выборов губернаторов. Эта система делает уголовными преступниками в масштабах России тысячи и тысячи людей. Это должностные лица, это сами депутаты главы муниципальных образований, это лица, которые вовлекаются в контроль за прохождением муниципального фильтра, к понуждению лиц за кого-то ставить, за кого-то не ставить. Это все уголовные преступления. То есть сейчас единственное заметное массовое следствие муниципального фильтра, кроме недопуска целого ряда кандидатов в масштабе страны, идет речь о сотнях людей на выборы губернаторов. Вот за эти шесть лет сколько действует муниципальный фильтр. Очень зримый результат – это криминализация правоприменительной практики. Это очень опасно. Вдумайтесь, прошли выборы губернатора Псковской области, и у нас появилось несколько сотен человек, непосредственно вовлеченных в процесс прохождения-непрохождения в зависимости от задачи муниципального фильтра, и каждое действие этих людей нарушало уголовный закон. Эти люди не могут сейчас спокойно спать. Они просто не могут спокойно спать. После выборов 2014 года, выборов губернатора, мы с вами их обсуждали неоднократно в этом эфире, я знаю лично несколько десятков муниципальных депутатов Псковской области, которые отказались выходить на выборы муниципальных депутатов уже в 2015 году, сказав, что мы больше такого переживать не хотим. Нам не нужны депутатские мандаты, если опять будет ситуация с муниципальным фильтром. Мы не хотим больше в этой ситуации оказываться. Так что это еще и вот такие долгосрочные и очень тяжелые последствия, когда активные, дееспособные, интересные люди отказываются от участия в выборах и возможности для себя быть представителем своих соседей, односельчан, соседей по городу в муниципальных представительных органах. Это серьезная история. Я хочу напомнить, что в прямом эфире радио «Эхо Москвы и Пскове» программа «Особое мнение». Звучит у нас особое мнение Льва Шлозберга, руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» и депутата Псковского областного собрания. У радиослушателей есть возможность задать свои вопросы, высказать мнение. Телефон студии 567372, 567372. Мы ждем ваших звонков и продолжаем разговор о наиболее актуальных темах общественно-политической повестки. Высказали вы свою позицию по выборам 2018 года. В следующем году вновь выборы муниципальные. Какова позиция партии «Яблоко» на этот счет, учитывая, по-разному можно оценивать эти результаты 2018 года «Яблоко» и «Яблочников» как выступили? Будете ли что-то менять в стратегии и тактике своей борьбы в муниципалитетах? Будете ли использовать какие-то новые формы участия в выборах? Как будете отбирать кандидатов? Будет ли у вас сохраняться подход на поддержку известных, уважаемых в районах людей, а не на выдвижение, собственно, членов партии на муниципальных выборах? Вообще, как вы смотрите в 2019 год? Я смотрю в 2019 год как во все годы, без исключения, с оптимизмом и уверенностью в своих силах, в силах нашей команды. Уроки 2018 года заключаются в том, что правоприменительная практика судов, судебная практика, изменила всю схему выдвижения кандидатов на муниципальный выбор от «Яблока» по всей стране. То есть нужно понимать, что то, что произошло с кандидатами от «Псковского яблока», это не частная «Псковская история». Вот на этих выборах 9 сентября «Яблоко» прошло в городскую думу Екатеринбурга, это столица Урала. «Яблоко» прошло второй раз подряд, к большой нашей радости, в соседнюю с нами думу Великого Новгорода. И в этих двух случаях успехов кандидатов выдвигал региональный совет от имени регионального отделения. То есть та же самая схема, которая использовалась в партии фактически 15 лет, с момента, как только это стало возможно по законодательству и по уставу. То есть федеральный 95 закон о партиях разрешает органу, специально поименованному в уставе партии, выдвигать кандидатов на муниципальных выборах. Учитывая то, что Псковский областной суд перевернул ранее существовавшую практику, судебную практику, в том числе в Псковской области, в том числе на выборах главы Игдовского района по этой части, то партия будет пересматривать свой устав, это неизбежно. Хотя устав прошел регистрацию в Министерстве юстиции, ни одна его статья, ни один его пункт не признавался незаконным. Мы видим по решениям судов, что было придумано для этой избирательной кампании, и придумано до выборов мы это видим по тому, как шли судебные процессы. И в этой части, да, мы считаем, что мы должны изменить порядок выдвижения, использовать только конференцию, не пользоваться. Та схема, которая была нам предложена нашими противниками в судах, действовать рексоветом от имени местных отделений, мы считаем юридически неполноценной, и по подобной схеме выдвигать кандидатов не будем никогда. Мы могли действовать таким путем, мы получили бы иски в суд уже за такой способ выдвижения. Поэтому по такому опасному пути мы не пойдем и никому в России не будем рекомендовать. У нас на будущей неделе состоится федеральный политкомитет партии в Москве, который будет обсуждать в том числе планы партии на 2019 год. Я буду выступать там с продолжением конкретных уточнений в уставе партии, для того, чтобы вот такое двоякое понимание полномочий регионального совета было абсолютно исключено, и чтобы в уставе было прописано, каким образом можно действовать через рексовет. Пока этих изменений не будет принято, мы будем созывать конференции, и всех, включая кандидатов в депутаты районных собраний, городских и сельских поселений, будем выдвигать через конференцию, то есть мы не будем рисковать кандидатами. Что касается самого подхода к выдвижению кандидатов, мы всегда, начиная с 2010 года, когда мы стали активно участвовать в муниципальных выборах, ищем лидеров местных сообществ. То есть мы идем по принципу максимального расширения нашей команды за счет активного местного представительства, тех людей, кто уже себя зафиксировал как муниципальные лидеры, тех, кто готовы вместе с Яблоком идти и достигать общественно значимых целей, у себя в районе, у себя в городе, у себя в селе. То есть мы не изменяли этому принципу никогда. Вот как мы пошли на массовое участие в выборах в 2010 году, мы всегда искали кандидатов именно таким путем. То есть у нас проходит, можно сказать, закрытый в какой-то части даже исследовательский праймерис, когда мы изучаем ситуацию в районе, разговариваем с большим количеством людей, и потом предлагаем наилучшему, с нашей точки зрения, лидеру принимать участие в выборах. Вне зависимости от того, что эти люди не вступают в партию Яблоко, перед выборами, некоторые вступают после выборов, они становятся членами команды. Мы не делим людей, абсолютно не делим людей, на партийных и беспартийных. Команда Псковского Яблока – это широкая команда, это общественная команда. Поэтому нет ничего неправильного, даже наоборот, абсолютно правильно, что партия выдвигает кандидатов, являющихся общественными лидерами. Все участники выборов, которые прошли эту кампанию вместе с нами, они сейчас остаются с нами, мы вместе анализируем результаты выборов и готовимся к следующим избирательным кампаниям. Поэтому такой подход будет сохранен. Продолжим разговор после звонка радиослушателя. Возьмите наушники 567372, Лев Шлозберг в прямом эфире. Ваш вопрос, представьте, пожалуйста. Ага, Петр. Да, мы вас слушаем. Петр, слушайте, значит, у нас прошли эти выборы последние. И я, например, и вся наша семья всегда ходили, ну, я уже человек в возрасте. Вот, ну, я, конечно, всегда за коммунисты голосуют, но моя позиция... Ну, суть не в этом, я просто за справедливость. Ну, вообще в выборах. Так вот, я не знаю, по-моему, по всей России у нас где-то 30 с лишним процентов всего голосовало. Вот, и вот таких, как я, очень много не ходили. То есть мы не верим вообще в предыдущие этих выборов. Не только, как там такие дебри залезать, как, ну, Шлозберг говорит, конечно, он в этих делах более сведущий человек. Мы такие не вникаем сильно. Вот, но, тем не менее, понимаем, что у нас кто идут голосовать? Военнослужащие, АТ-2, силовые структуры. Ну, и же с ними там всех заставят. Остальные пенсионеры, ну, некоторые тоже большинство не ходили, я вот к ним отношусь. То есть, и получается, что это за выбор у нас в стране, когда 37 процентов, по-моему, в России в среднем. Ну, вот эти законы такие. Вот, вот такая моя позиция. Спасибо за вашу позицию. Интересно было вас послушать. Спасибо. Уважаемый Петр, спасибо большое за звонок в эфир. И могу вам сказать очень важные вещи. Потому что вы сказали одну из самых принципиальных вещей, которые сейчас должны обсуждаться в нашем обществе и должны обсуждаться властями. Не веря людей в выборы, это не веря людей в политическую систему в целом. Когда выборы фальсифицируются, когда кандидаты берут на себя обязательства перед избирателями, становясь избранными лицами, действуют совершенно иначе. Когда крики людей на всю страну, включая ситуацию с повышением пенсионного возраста, практически не влияют на позицию власти, если не считать косметические изменения, которые никак не влияют на суть принимаемых решений. И люди отстраняются от участия в выборах, в том числе вы и ваша семья. Я очень сожалею о том, что происходит, потому что когда люди отстраняются, активные люди, видно потому, что вы говорите и как вы говорите, с какой интонацией вы говорите, вы неравнодушный и активный человек. Вы один из тех граждан, на которых должна в широком смысле держаться вся общественная и политическая система нашей страны. И когда такие люди, как вы, перестают верить в выборы и перестают в них участвовать, мы отдаем власть своими руками тем людям, кто организует недобросовестные выборы. Это очень больная проблема, ее можно было обсуждать весь час нашего эфира, потому что это проблема, которая выходит на первый план любой избирательной кампании в нашей стране последние 20 лет после выборов Ельцина в 1996 году, которые были безусловно искажены по своим результатам. И начиная с этого времени вопрос о честности выборов, вопрос о воле избирателей, вопрос о том, что только народ, согласно Конституции, формирует органы власти, он является на выборах ключевым. Моя позиция заключается в том, что в выборах участвовать нужно, выражая свою позицию, для того, чтобы не атрофировалось вот это чувство власти. То есть не участвуя в выборах, мы заведомо отдаем власть тем людям, которые, собственно говоря, и хотят ее удержать. К большому сожалению, доступ кандидатов на выборы, условия ведения избирательных кампаний, дороговизна выборов, чрезвычайные выборы губернаторов сейчас в России, это соревнования денежных мешков отчасти в большей степени, чем соревнования политиков. Нужны десятки миллионов рублей, которых у рядовых кандидатов, у небогатых политических партий просто нет. Но, тем не менее, само участие гражданина в выборах – это возможность человека собраться в сообщество единомышленников. Очень важно, чтобы политики в нашей стране поддерживали вот эту живую, прямую, непосредственную связь с избирателями, разговаривали с людьми. Вот то, что вы звоните в этот эфир, это показывает то, что у вас есть огромная личная потребность говорить с политиками. Вне зависимости от того, что вы, как я вас услышал, на большинстве ваших компаний голосовали за представителей коммунистической партии, я представляю партию Яблоко, но возможность разговора граждан с политиками и политиков с гражданами живого общения, открытого, честного общения. На этом держится политическая система. Такого открытого разговора в нашей стране сейчас почти нет. Поэтому все, что в наших силах, скромных на сегодняшний день, но имеющихся в силах есть, мы будем делать для того, чтобы привлекать людей на выборы, убеждать их участвовать в выборах и забирать власть себе. Обществу, гражданам, народу принадлежит власть. Не участвуя в выборах, мы отдаем ее людям, которые удерживают власть с помощью абсолютно криминальных способов. Отвечая на вопрос, сказали вы про губернаторские выборы, о том, что, если я правильно понял вашу мысль, о том, что это в том числе соревнования денежных мешков, правильно ли я понимаю, вы полагаете, что если бы нашлись некие крайне состоятельные силы, которые бы поддержали оппозицию на выборы губернатора Псковской области, то исход мог бы быть иным? При том составе кандидатов, который в итоге дошел до избирательного бюллетеня, никакого другого исхода быть не могло. Потому что это были кандидаты, которые не боролись за власть. За власть боролся один кандидат, назначенный Путиным. Потому что ему выпала такая карма. Все, больше никто за власть не боролся. Что касается свободных и открытых выборов, когда при этом бизнес не будет бояться поддерживать оппозиционных кандидатов, что сегодня ты пожертвовал средства для ведения избирательной кампании оппозиционному кандидату, а завтра к тебе приходит полиция, налоговая инспекция, следственный комитет, ФСБ и спрашивает, как вы тут зарабатываете деньги, а сколько вы заплатили налогов вчера и позавчера, а что у вас тут с документами, а что у вас на прилавке лежит. Вот когда вот это безобразие закончится, появится конкурентная политическая среда, в том числе и в отношении с бизнесом. Ведь посмотрите, какая система выстроена в нашей стране. Создана система государственного финансирования политических партий. Она вроде бы создана совершенно благими целями. Чем больше голосов получила партия на выборы в Госдуму, в пересчете на голоса и деньги, партия получает финансирование из бюджета, налогоплательщиков яблоко в течение пяти лет получало средства из бюджета. Сам по себе принцип является правильным. Но это финансирование, кроме партии абсолютного большинства, никогда не будет являться достаточным, потому что оно не позволяет вести широкомасштабные избирательные кампании. Могу напомнить еще раз цифры. Годовое финансирование яблока с 2012 по 2016 год в течение четырех лет из бюджета составляло 247 миллионов рублей, в то время как годовой бюджет партии превышал полумиллиарда. Притом это то, что было собрано уже в ситуациях, когда бизнес, мягко говоря, 10 раз подумает перед тем, как жертвовать деньги оппозиционной политической партии. Если представить ситуацию, при которой бизнес свободен в принятии решения о поддержке партии и кандидатов, то это создаст безусловно условия для более свободной, более справедливой политической конкуренции. Это безусловно так. Так все-таки, почему в ряде регионов России и на Дальнем Востоке, и в европейской части у оппозиции получилось противостоять партии власти, дать бой, получить места в законодательных собраниях, получить большинство там, провести даже своих губернаторов, а в Псковской области ничего не получилось? Смотрите, здесь есть несколько причин. Во-первых, все кандидаты, выигравшие выборы, не от Единой России. Мы сейчас говорим о двух кандидатах от ЛДПР, в первую очередь, которые выиграли выборы губернаторов. Затем у нас подвис целый регион Приморья и ожидаются с очень непонятным результатом выборы в Хакасии. Это кандидаты, которые были допущены на выборы с ведомо разрешения согласования администрации президента. Они стали каналом протестного голосования в силу целого ряда причин, в том числе чрезвычайной слабости действующих руководителей этих регионов. Кроме того, в эти избирательные кампании были вложены деньги, и эти избирательные кампании аккумулировали на себе протест, в том числе против пенсионной реформы, и кроме того, в целом протест против безграмотной, абсолютно жестокой федеративной политики властей. Вот через месяц в Псковское областное собрание депутатов должно поступить в проект бюджета Псковской области на 2019 год. Как говорится, внимательно ждем, чем Российская Федерация поможет одному из самых бедных регионов Псковской области для того, чтобы он не стал окончательно нищим. Ну, пишут о том, что хорошо помогут. Вроде в число 15 субъектов Российской Федерации Псковская область войдет по сумме дотаций. Пусть поступит бюджет. Пусть поступит проект бюджета. Мы посмотрим, насколько будут сокращены социальные учреждения, что будет происходить с образованием, здравоохранением и культурой, что будет со штатным расписанием. Вопросы риторические или у вас на этот счет очень пессимистичные ожидания? У меня на этот счет есть ожидание, что как минимум нет оснований ожидать существенного улучшения бюджетного положения Псковской области. До проекта бюджета комментировать его цифры невозможно. Пусть поступит, мы увидим. Теперь возвращаясь, собственно, к тому, о чем вы говорите. Все регионы, кроме, пожалуй, Владимирской области, о которых вы упомянули, это регионы с сильной экономикой. И тот же кандидат в Хабаровском крае от ЛДПР, господин Фургал, он прошел в Государственную думу по округу, освобожденному Единой Россией в результате специального закрытого политического торга. Для кандидата от ЛДПР там не было кандидата от Единой России. И он стал депутатом Госдумы в одномандатном округе в результате, по сути, картельного соглашения между парламентскими политическими партиями. Таких округов по России было около 50. Когда кандидаты не от Единой России беспрепятственно, фактически при поддержке власти, приходили к власти. И когда эти легитимные кандидаты, разрешенные кандидаты в губернатора, доходили до дня голосования на фоне возмущения общества, они получили колоссальный пакет голосов, во многих случаях не только ничего не делая для своей победы, как, допустим, в Хакасии. Если посмотреть в Владимирскую область, то кандидат от ЛДПР отчаянно пытался проиграть. Он предпринял такое количество усилий, что над ним можно было плакать в голос. Что такое не делал человек? Там даже совершали в день голосования заведомо незаконные вещи. Кандидат назначил наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса. А партия, выдвинувшая кандидата, сама не кандидат, а партия, которая не имеет права это делать, отзывает этих людей с участков. И они все уходят, и участки оголяются, и все равно ничего невозможно сделать. Так что неспроста еще и Жириновский именно там и упал на инаугурации, да? Я думаю, что Владимир Вольфович переволновался, переволновался, все-таки годы. Поэтому, на мой взгляд, у Псковской области есть очень серьезный протестный потенциал. Мы с вами обсуждали в этом эфире, сколько раз у нас кандидат от невласти становился властью Псковской области. У нас Михайлов выигрывал у Туманова, у нас Кузнецов выигрывал у Михайлова, и дальше уже система сломалась, она перестала быть конкурентной. Ну и первые выборы господина Михайлова, когда он через законодательное собрание понизил планку барьера до 25%, я думаю, что господин Бибиков во втором туре, если бы такой тур тогда состоялся, выиграл бы у Михайлова и стал бы губернатором области, мы имели бы вообще другую политическую историю. Поэтому в данной ситуации этот протестный потенциал не нашел своего приложения. Никто из кандидатов, в том числе согласованных властями, включая кандидатов коммунистической партии, кандидатов от либеральной демократической партии, не сказали избирателям такие слова, чтобы люди поверили, вот этот парень готов бороться за победу. Но когда кандидат не готов бороться за победу, что избирателям-то сходить с ума? Поэтому такая явка, при том, что эта явка была, скажем так, подтянута, Петр очень правильно перечислил те категории избирателей, которые у нас традиционно повышают явку, включая работников силовых структур, военнослужащих, их много, в Псковской области. На мой взгляд, здесь тоже это сыграло свое значение. Но, безусловно, для власти исполнительной, власти достаточно высокопоставленной, выбора губернатора, это серьезно, что, когда две трети избирателей региона не приходят на избирательные участки, это серьезный сигнал для всей системы власти. Понятно. Напомню, что эта программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях Лев Шлозберг, депутат областного собрания и руководитель регионального отделения партии «Яблоко». Телефон студии 567372. У вас есть примерно 10 минут для того, чтобы позвонить, задать свой вопрос Леву Шлозбергу или высказать мнение по тем тем, которые мы сегодня обсуждаем. А я хотел бы вернуться, знаете, к какому вопросу? До звонка радиослушателя заговорили мы о лидерах и внутри партии «Яблоко» и тех лидерах, которые находятся рядом. Я обратил внимание не так давно, что впервые за многие годы, когда мы говорили о «Яблоке», вот есть Лев Шлозберг и никого рядом с сопоставимым, с ним нет. Это вам так казалось? Ну, возможно, вы сейчас будете иметь возможность прокомментировать вот это мое мнение. То есть не видели мы в «Яблоке» и «Псковском» никого, кто стоял бы вровень с вами, даже так через запятую не могли мы упомянуть бы Лев Шлозберг. Похоже, такой человек появляется. Я имею в виду Николая Кузьмина, члена «Яблока», насколько я понимаю, при этом активного сторонника Алексея Навального, участника всех протестных акций в Пскове. И присутствовал я не так давно на протестной акции, как раз по пенсионной реформе, когда, к моему удивлению, он выступал первым от «Яблока», а вы стояли, улыбались, хлопали ему и выступали уже вторым номером, что, в общем-то, не свойственно. В связи с чем я хотел бы у вас поинтересоваться, насколько серьезно можно сейчас говорить о том, что, возможно, смена руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблок», тем более, что на эту тему о несменяемости руководства Псковского «Яблока» говорится очень давно. Вы сколько, больше 20 лет уже возглавляете? С 96-го года, 22-го года. Смотрите, первое, Николай Кузьмин активный гражданин, он член «Яблока», и я глубоко уважаю его гражданскую деятельность и его политическую деятельность. Собственно говоря, за последний год Николай Кузьмин стал одним из немногих заметных людей в Псковской общественно-политической жизни. Да, и он значительно вырос, мне кажется, в плане ораторского мастерства, вырос как публичный деятель. Да, и даже в судах, в псковских судах защищает свои весьма яркие выступления. Я с огромным уважением отношусь к Николаю Кузьмину, мы с ним постоянно встречаемся и общаемся. У нас есть целый ряд вещей, которые мы обсуждаем, касающиеся именно псковской политической жизни. Я приветствую его участие в политике, в принципе, и могу сказать две вещи. Николай Кузьмин – это автономная фигура, он сделал себя сам, он таким образом вырос, он таким образом себя осознал. Он вышел на уровень политических лидеров, и как перед всеми политическими лидерами современности в нашей стране, перед ним стоит вопрос, как развиваться дальше. Потому что есть только два способа. Первый способ – это участие в выборах, формирование выборных органов власти, то есть участие в той политической системе, которая сейчас существует в тех рамках, которые она предоставляет. А второй путь – это несистемная оппозиция. То есть оппозиция, которая не претендует на участие в выборах, но претендует на влияние на общественное мнение. Я думаю, что Николай определится с форумами своей политической активности. Для него, как члена партии «Яблоко», никоим образом, вообще ни для кого, у нас выше 200 членов партии Псковской области, у нас небольшая организация, но тем не менее, ни для кого не закрыт путь выдвигаться председателем регионального отделения. Более того, мы намерены... Но вы его поддержали? Если Николай заявил бы такие притязания, то он участвовал бы в этих выборах, несомненно. Я думаю, что в ближайшее время в партии «Яблоко» состоится реформа устава, она в любом случае неизбежна по самым разным основаниям. Я думаю, что партия будет вводить то или иное ограничение сроков для председателя региональных отделений. Мы первые из партий в России ввели это ограничение для председателя партии, это было введено в 2015 году, и у нас с 2000 года сменилось три председателя партии. Был Явлинский, был Митрохин, сейчас Слабунова и, возможно, будет четвертый председатель партии. Я думаю, что этот принцип будет в той или иной форме, там есть очень много дискуссий на эту тему, внутри партии распространено и на региональное отделение. Поэтому смена председателя Псковского «Яблока» так или иначе произойдет. Кто будет председателем региональной организации, будет решать региональную организацию. Мы будем, несомненно, проводить праймерис на выборах председателя регионального отделения. Несомненно. Мы будем открыты для всех членов партии, это будет процесс обсуждения всех кандидатур. Притом, должен вам сказать, что традиция праймерис внутри Псковского «Яблока» очень позитивная. Она помогает в том числе разрешать возможные конфликты внутри регионального отделения. Как мы это сделали на выборах областного собрания в 2016 году, потом в 2017 году на выборах Псковскую городскую думу. Процедура праймерис, кстати, она и вашим оппонентам из Единой России помогает эту задачу решать, разрешать конфликты, раздуливать. Процедура праймерис в Единой России стала во многих случаях процедурой механистической, которая управляется действующими властями. Потому что есть одна особенность. Если праймерис является сугубо партийной процедурой, и никакие лица, являющиеся членами партии, занимающие статусные должности, губернаторы, главы районов, депутаты, не вмешиваются в процесс внутрипартийных праймерис, это безусловное благо. Когда праймерис в конкретном районе организуется действующим главой района, желающим вторично принять участие в выборах главы района и победить на этих выборах, это называется иначе, это не праймерис. И, насколько я вижу, Единая Россия это почувствовала. То есть они видят изъяны этой системы. Я абсолютный сторонник праймерис, но при этом нужно понимать. Вот выборы губернатора конкретно Псковской области. Мы не могли проводить праймерис, потому что это раскрывает нашим противникам наши политические планы. Мы его привели через проведение внутри партии за 7 месяцев десятков встреч, десятков в районах в том числе. Но они все были закрыты для широкой публики, поскольку мы не считали возможным вот так подставлять возможных кандидатов или возможного кандидата на выборы губернатора. Кстати говоря, Единая Россия отказалась от проведения праймерис по выборам губернатора, потому что там... Нет, другая модель. Все-таки был формально, то был. Нет, модель, смотрите, альтернативное голосование на конференции не должно объявляться праймерис. Это не идентичный процесс. Ну, это дела единороссов. Лев Маркович, предлагаю как бы с этим закончить, поскольку времени очень мало, вопросы еще остаются. Давайте. Вопросы у читателя Псковской ленты новостей, просит вас прокомментировать последние назначения господина Ведерникова. Я так понимаю, имеется в виду вчерашняя новость о кадровых перестановках. Поменялся в администрации руководитель аппарата администрации вместо Дениса Гуляева, который уезжает, возвращается в Москву. Возвращается, да. Да, возглавит там воссоздаваемое представительство Псковской области при правительстве России. Так вот, руководителем аппарата администрации стал спасатель из Саратовской области, 28-летний Сергей Дмитриев. Вот я так понимаю, что вопрос касается этого назначения. Как-то можете прокомментировать? Я прокомментирую ситуацию в целом. На мой взгляд, как депутата, который постоянно взаимодействует с администрацией в рабочем режиме, администрация Псковской области грозит полной неуправляемостью. Михаил Ведерников даже после выборов ведет себя таким образом, как будто он является заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в данной ситуации по Псковской области. Он указывает, он контролирует, он наказывает, но он не создал, он не руководит администрацией, не управляет администрацией, как очень важной государственной машиной. У него не закончилось состояние избирательной кампании. Вообще администрация Псковской области это не избирательный штаб. То ли господин Дмитриев спасатель, то ли он спаситель, здесь можно говорить по-разному, но могу сказать, что... Я думаю, это все-таки спасатель. Да, ну, буквы русского алфавета позволяют существенно менять смыслы в близких словах. Но нужно признать, что этот человек к управлению администрацией Псковской области, как бюрократической машиной, где работает почти 500 человек, абсолютно не готов. Если это политический комиссар, то тогда возникает вопрос, кто будет делать машину, кто будет управлять машиной бюрократического аппарата. Государственное управление это в нормальном смысле слова бюрократический процесс. Я не исключаю, что если подход к управлению администрацией Псковской области будет таким же, как подход к формированию избирательного штаба, который нацелен на конкретные, но очень близкие результаты, краткосрочные результаты, то государственное управление Псковской области ждет коллапс. Те немногочисленные качественные специалисты, у нас вообще маленькая администрация на самом деле, там 400 с лишним человек, это звучит, конечно, мощно, но понимая, что это управление целым регионом, это немного. И те немногочисленные качественные специалисты, которые сегодня в администрации работают, они есть, они могут просто уйти с этой работы, потому что понимание работы аппарата администрации области, это не комиссар, который сидит в Апочетском районе и управляет электоральными процессами. Это совершенно разные задачи. Поэтому, если говорить о реакции на это конкретное назначение, я думаю, что это некий знак, некое движение в сторону комиссаризации государственного управления Псковской области. Ничего хорошего в этом я не вижу. Ваш прогноз относительно того, насколько масштабным будет процесс ротации региональных элит администрации Псковской области? У Ведерникова нет своей команды. Он будет менять, на мой взгляд, статусы людей. То есть кто-то утратит статус вице-губернатора, останется начальником управления, председателем комитета и так далее. Где-то могут произойти замены заместителей на председателей. Никакая команда вместе с Ведерниковым в Псковской области не пришла. Это нужно понимать абсолютно четко. Он будет вынужден работать в одном из самых бедных регионов России с теми людьми, кто здесь готов работать на государственной службе и на государственных должностях. Сегодня в отношениях между Ведерниковым и этими людьми уже много кошек пробежало. То есть распространять на текущее государственное управление подход к избирательной кампании невозможно. Но Ведерников пытается распространить. Это неэффективно, это непрофессионально. Если представить, что вам поступит предложение влиться в команду действующего главы региона, возглавить какое-либо из структурных подразделений... Представитель политической партии Яблоко, находящейся в оппозиции, не будет работать в команде губернатора ТГР. То есть даже не будете вести такой диалог, рассматривать... Такой диалог невозможен. Он политически невозможен. Это означает полное дезауирование всей политической позиции партии и моей личной. Это абсолютно исключено. Я хочу напомнить, что весь этот час вместе с нами был Лев Шлозберг, руководитель Псковского регионального отделения партии Яблоко и депутат Псковского областного собрания. Лев Маркович, спасибо вам за то, что нашли время, пришли и ответили на мои вопросы, вопросы радиослушателей и читателей Псковской ленты новостей. Ну и надеюсь, что в ближайшее время вновь с вами увидимся, узнаем, что вы думаете по тем или иным актуальным вопросам общественно-политической повестки. Ну и, пользуясь случаем, приглашаю вас и в дальнейшем приходить на эфиры радиоэха Москвы в Пскове, делиться мнением о процессах, которые протекают в Псковской области, в регионе, в мире. Спасибо вам и до новых встреч в эфире. Саша, большое спасибо и большое спасибо всем, кто был с нами в этом эфире. До свидания. До свидания.